Когда-то мне попалась одна статья очень интересная, очень-очень давно, в 90-х годах, о том, какие-то раскопки гипербореи, впервые я услышала это слово, даже не знала, что такое, может быть, что только сейчас уже хорошо, мы знаем, где это гиперборея, где были бусинки, каждый настолько провинчан и всё это бисером обшиты, раскопали какую-то семью, то ли что, и как они были одеты, и какие на них были наряды, и где-то сохранилось что-то такое. Сейчас я уже не могу вспомнить эту статью, но меня заинтересовало, что это за слово такое гиперборея, и что насколько описывалось очень высокой цивилизацией, насколько у них были всякие приспособления, что они могли просверливать, из чего же были материалы вот этих бусинок и этих бисер этого, и расцветка, расшита где-то, ну не знаю сколько там, тысяч самих маленьких вот этих всевозможных размеров бусинок, на одеждах этой всей семьи, которые были захоронены, как-то так это именно семейный такой типа склеп, где вот обнаружено, и вот описывалось именно ихние технологии и ихнее мастерство этой земли. Я так ничего тогда не поняла, когда пришло слово гиперборея. Гипер, понятно, что это большое, бор, борея, не знаю. И вот только сейчас, когда вот в наше время с Вячеславом Котлеровым познакомились поближе, что есть вот эти и гипербореи, и дарья, и пацифи, вот эти новые слова, где мы привыкаем, что они такие родные, что это такое близкое. То есть насколько давно, я живу в 90-х годах, я уже слышала это слово. И второе, там были ученые, которые тоже из этой гипербореи имели какой-то секрет. До сих пор он был скрывался, так сразу двух ученых где-то убрались, а один типа в психбольнице остался. Потому что принцип был в том, суть в том, что был какой-то раскрыт секрет тоже этой гипербореи и вот этих вот секрет ихнего то ли поведения, то ли энергетики, то ли именно энергетика этого дерева эндерсиль, то ли что-то такое, что этих ученых, которые докопались, все это было прикрыто, и чуть-чуть тоже просочилась где-то вот эта случайная информация мне за эту гиперборею тоже 90-х годах, 95-96-х годах, вот такое, я помню, что-то такая маленькая заметочка, статейка такая попала, очень такая маленькая, что-то она мне сейчас вспомнилась, я даже где-то переписалась, и надо будет порыться в тетради, что они хотели этим сказать. И говорит, то, что мы знаем за вот эту энергетику, если мы скажем людям, которые недобрые, ну недобрые, те, которые имеются в виду мерды, если они это узнают, они используют это против всего человечества, и можем погибнуть все. Вот это вот была фраза сказана вот в этой статейке. Но вообще-то я поищу, обязательно ещё раз перечитаю, потому что случайно только что вспомнила, буквально на ходу за эту гиперборею. И, конечно, она радует, что это всё есть, никуда не делась. Мы будем продвигаться, будем двигать знания. Это первый вопрос. И второй вопрос. Сегодня я была в одной девушке, у неё маленький ребёнок, скоро три годика будет, Артёмка, её зовут Марина, и делая ей массаж, у неё муж был на АТО, у нас там в Донбассе, Юрий. И вот у неё там проблемы со спиной, сильно воспалились все мышцы. Я делала им хороший такой класснючий массаж. Она говорит, Зина, приди, сделай, потому что если меня сейчас закулят, я знаю, что ничего ей не помогут. Сильно проблемы со спиной, натягалась ребёнка, очень сильно похудевшенькая. И я и начала тоже втирать все вот эти вот, что неправда. Я говорю, вот вы на АТО, вот у вас, значит, вот такие понимания. А вот у нас есть такая площадка, канал Вячеслава Котлеров, я там вещаю, пожалуйста, можешь где-то зайти. Я немного захожу в интернер, она говорит мне, я говорю, пожалуйста, зайди, потому что всё, что мы знали, то, что нас учили в школах, это была сплошная ложь от начала до конца. Ты прививки мало, мы же почти все прививки поделали. Очень, говорю, плохо, Марина, что вы очень такие честные, очень хорошо поделали прививки. А что делать? Я говорю, в унитаз вылить надо было прививку и заплатить за эту прививку, чтобы в это дитё не попало. Я говорю, теперь смотри, я тебе как лаборант, фельдшер-лаборант могу сказать, ты можешь проверить, что в этой вакцине было, когда твоему ребёночку белорозовенькому вводили? Не знаешь, нет, что для садика надо. Вот так вот ты своего дитя, если ещё придётся, я говорю, я тебя прошу больше никаких прививок, потому что ему сейчас и два с половиной, уже немножко больше, годика этому малому, больше, чтобы ты ничего никогда в жизни не делали. Никакого антибиотика забудь, это слово, и забудь, что такое прививки, потому что это вносится, говорю, кандидовыреченной специальной в спецлабораториях против белого человека, белорозового, в том числе и твоего малыша, и чтобы я больше этого не слышала. Поэтому наша площадка, говорю, развивает и такие темы, как здоровье человека, что нас осталось очень мало, говорю, на земле. Добивают уже со всех сторон, как только могут, всеми способами. И посмотри, твой муж, говорю, да, немножечко психика подорвана, полтора года или два даже был на АТО в Донбассе. Слава Богу, что он хоть жив и не ранен, прибыл, потому что он капитан, где-то у него там были свои эти самые. Но ты понимаешь, что если бы знали эти люди, что они не россиян и украинцы, там белый высоты так само, а белый рот. Ты видела, чтобы хоть один, говорю, жиденыш, еврейчик, или негр там бился на Донбассе? Вот ты тоже военнообязанный человек, ты военный человек, говорю, Марина. Я говорю, твой муж это самый, ты видела, а тебе нет? Так вот третья сила, которая финансирует и ту сторону, как называет агрессор Россия. Нет, наша Украина, третья сила сталкивает лбами, же полмиллиона, говорю, порегло наших прекрасных ребят, которые не дали наследство будущего самых сильных деток. Потому что они знают, если они сейчас оставят, так эти деточки подрастут и родятся от этих сильных, молодых, красивых ребят, которые полегли, и где они там, что они с ними уже сделали с этими телами, непонятно, на какие органы продавались, они ещё полуживые были, ещё полукалеки. И слава Богу, что твой ребёнок не сирота, а что всё-таки папа вернулся с этого АТО. Я с ней такую беседу провела, и говорю, чтобы ты знала, всё абсолютно врут, всё. Ничего никому не верь. Всё, что было в школе, вот этот маленький шарик, говорю, ты знаешь, какие ваши, ты знаешь, какая земля, даже в Библии написано, что и раздвинул Бог вот эти вот воды, и поставил эту отверть. Я говорю, Марина, нигде эта отверть не делась, она есть. Но она немножечко не так, и там приукрасили всё. Если взять яйцо, так вот этот желток, это есть место, где мы живём. И таких ящей, таких желтков, и таких яиц очень много. И наша земля не маленький шарик вокруг, это спроси у своего малого, он тебе скажет, кто над кем вертится. Ну, 13 километров всего, это солнышко-лампочка, которая называется Ярга, светит. Это солнышко. А зимой ты обращала внимание, что она светит, но не греет. И только сейчас, когда Ярила родился, говорю, вот это сейчас наше лето, вот это тепло идёт из Земли. И полонтонны в виде вот этих китов, или как там называют, черепахи. Это всё идёт из Земли. Сегодня день космонавтики. Я говорю, какой космос? Космос они зато все приветствуют. Ой, день космонавтики, всё это, полетел первый космонавт. Я говорю, да вы что, говорю. Куда же он полетел, если космоса нет? Ещё бабушка там подплялась, Галуха, баба Галя. Я говорю, значит, вот так вот, космоса никакого нет. Съёмки идут НАСА, там, где мы платим свои налоги. Я говорю, всё это в океанических вот этих вот водах. Чтобы все понимали прекрасно, лгали, лгут и будут лгать дальше. Вы на меня сейчас будете смотреть как на ненормальные, потому что я не говорю так, как привыкли мы слышать нашими ушками вот эти всё ложь. И понятное дело, я это всё понимаю. Конечно, они всё... Но Марина ещё как-то быстренько начала раздупляться. Я говорю, значит, так, никакие прививки первое, второе, пёшь соду, и мы живём в сотовой земле. Эта сотовая земля имеет миллиарды, триллиарды, триллиарды, я говорю, с их размером, что наш муравьиный мозг это восстанять не сможет. И никогда ни я, ни ты это представить себе не можем. А то, что нами правят мерды, и то, что мы захватили, и то, что мы в оккупации, и что нас, белых людей, просто стравливают лбами, им друг друга убивают, и то, что дают приказы, которые преступные приказы, так вот это и получается, что друг друга и убиваем население. Меняется и вытесняется чем? Новоделами такими, как оливкового цвета, китайцами, которым 200 лет как завезли другую земель, чёрными этими неграми вытесняют белых людей. Вот таким вот образом нас уничтожают. Нас осталось меньше, чем 250 миллионов на всей нашей Мидгар-Земле. Земля не такая. Всё, я закончила, передаю слово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова